Друзья, приветствую вас! Сегодня очередной выпуск нашей программы Lifehacker. Сегодня я буду рассказывать о том, как эффективно читать книги и управлять получаемыми знаниями. Дело в том, что на сегодняшний день существует огромная проблема в том, что, во-первых, люди не читают книги. Во-вторых, если они читают эти книги, то они читают очень неправильно, несистемно и не получают практической пользы от прочительных книг. И в результате получается так, что человек становится просто, я так называю, кладбищем ненужных знаний. Все знания у него в голове, но они неприменимы, ему не приносит никакой практической пользы. Чтобы решить эту большую проблему, я разработал самостоятельно систему, основанную на Кайзен. И вы знаете, судя по вашим откликам, по многим откликам, которые ко мне приходят после моего мастер-класса, который я в свое время проводил по этой теме, я понял, что лучше снять по этому поводу отдельную передачу, где я расскажу сегодня, как поставить чтение книг на поток и организовать как непрерывный поток и обеспечить вам эффективное усвоение прочитанного материала. Итак, описывая проблему. Дело в том, что, наверное, вы знаете привычную картину. В каждом доме, в зале стоят большие стеллажи и полки с книгами. И когда гости приходят, понятно, они любуются на эти книги, но, как правило, практически пользы от этих книг очень мало. Люди хотят читать много, в процессе, в течение года выходят многие новинки, они тоже их хотят купить, прочитать, покупают, ставят на полки. И в результате из-за обилия книг человек не может взяться за какую-либо конкретную книгу, у него глаза разбегаются, происходит демотивация и человек не прочитывает нужное количество книг. Я вам для примера приведу, что вы знаете, что топ-менеджеры ведущих, 500 ведущих корпораций Америки, они в год читают от 50 до 70 книг в среднем. То есть, если обычный человек будет каждый год читать 70 книг, но очень правильно подобранных и нужных книг, которые могут принести ему пользу, то такой человек может достичь очень многого в этой жизни. Поэтому я сегодня хочу показать, как организовать этот процесс. Итак, я обрисовал проблему, существует очень много книг, трудно приступить к их чтению. И я хотел бы проиллюстрировать это на примере. Вот вы знаете, сам процесс чтения у вас узким горлышком является вот именно сам, сама ваша возможность усваивать и читать книги. Поэтому чтение надо организовать как дробное питание. Вот представьте кишечник свой. Вы же не можете сразу съесть казан плова за один раз, но если его есть в течение трех-четырех дней, то вы вполне спокойно можете съесть и у вас не будет несварения желудка. То же самое с чтением книг. Надо выстраивать поток, при котором вы равномерно, постоянно читаете и усваиваете книги. Итак, начнем. Я сейчас буду демонстрировать на полках. Можете не обращать на то, как они расположены. Дело в том, что я сейчас переезжаю в новый дом и поэтому уже специально заказал специальные полки и книги находятся в полном здесь беспорядке. Я их еще не раскладывал. Поэтому можете не обращать внимание, как и где они сейчас находятся, но я вам покажу принцип движения книг и как они организованы. Итак, приступаем. Итак, я вкратце сейчас покажу вам вообще все компоненты этой системы. Первый компонент этой системы, организации потока прочтения книг, это полка под названием входящий. Полки все организованы у меня таким образом, что в одну полку у меня вмещается ровно 20 книг, но в приплотном варианте 25 книг. От 20 до 25 книг. В результате четыре полки у меня обмещает ровно 100 книг. Это максимальное количество книг, которые я могу освоить в течение года. Больше даже нет смысла планировать и ставить на эти полки. Сами полки состоят из нескольких отсеков. Первый отсек входящий. Второй отсек называется прочитанная. Третий отсек читаю. Четвертый к прочтению. И пятый классика. Итак, вы видите, что у меня здесь находится пять отсеков книг. Каждый отсек состоит из четырех полок. В каждую полку вмещается 20-25 книг. Как это работает? Вот представьте, заканчивается год, например, 2018 год или в этом году 2019, когда заканчивается, я в течение года формирую библиотеку будущего года. И это я работаю с отсеком под названием входящий. Каждую полку вы можете загладить так, как вам удобно. Вот у меня, например, верхняя полка это инвестиции и все, что касается бизнеса. А вторая полка это у меня все, что касается саморазвития. Третий полк это у меня все, что касается психологии. И четвертый полк все, что касается эффективности. И это идет насквозь, то есть сквозные. Вот если вот это, например, саморазвитие, то вот эта вся полоса идет саморазвитие. Вот эта вся полоса идет психология. А вся полоса идет бизнес-инвестиции. Вы, наверное, поняли логику. Теперь вот как формируем библиотеку следующего года. В течение, например, 2019 года ко мне обращается много людей, рекомендуют прочитать какие-то книги и передают, дарят книги. Я беру эти книги, например, и ставлю сюда полку вводящей. Бывает так, что в этом году выходят какие-то новинки, мне хочется их прочитать. Я иду в магазин, покупаю, ставлю рожу сюда. Я это буду показывать пока на примере одной полки, но вы поняли, что в зависимости от тематики я ставлю на разные полки. Теперь, чтобы формировать библиотеку следующего года, 100 книг в размере 100 книг, я использую два IT-приложения. Первое IT-приложение, я хочу вам продемонстрировать. Это приложение, и я вам настоятельно рекомендую, закачать это приложение, называется LiveLib. Вот как оно выглядит. И вот я, например, захожу сюда, когда вы заходите, вот здесь есть что почитать, новинки, подборки, книжный вызов по авторам, по жанрам и так далее. Вот я захожу в подборки, и вот здесь, например, набираю Греф, и у меня выходит 70 книг, которые рекомендует Герман Греф. Я могу полистать, выбрать те книги, которые мне нравятся из библиотеки Грефа, купить и, например, положить их тоже сюда. Также могу выбрать любого бизнесмена или уважаемого мною человека, набрать, и увижу его в библиотеку, или какие книги он рекомендует, и таким образом я ставлю, формирую эту полку под названием «Входящие». Теперь, когда я сформировал эту полку, как я говорил, в течение года я докупаю новинки, это рекомендации друзей, плюс отбор через LiveLeap я отбираю. Вы можете это набирать через Google, если наберете там «Любимые книги Герман Грефа» или «Что рекомендует Герман Греф», там у вас выйдет список, вы оттуда можете выбрать. Вы можете сформировать такую же библиотеку, там, например, книги, которые рекомендую я, Маргулан, и тоже формировать себе такую библиотеку «Входящие». Итак, наступил декабрь месяц 2019 года. Что я делаю? Я беру эти книги все и переношу в отсек, сектор, который называется «К прочтению». Каждый отсек, напоминаю, содержит от 20 до 25 книг. 4 направления, в которых мне интересно совершенствоваться. И так вот, если брать весь отсек, то этот отсек содержит от 80 до 100 книг. Это предел, выше которого невозможно практически прочитать. Так как я скептически отношусь к скорочтению, то я не хочу наращивать скорость прочтения книг, потому что для меня важнее качество прочтения книг и насколько глубоко я проникаю в книгу и изымаю из этой книги все соки. Поэтому я не спешу. Я читаю от 80 до 100. Еще раз напомню, что топ-менеджеры ведущей корпорации США, они читают от 50 до 70 книг. Если я читаю больше 70, то я считаю, что свою программу уже выполнен. Все лишние книги убираются. У меня на 1 января каждого года заполнен только этот сектор. Все остальные пустые. После этого, когда я хочу читать что-то, я выбираю, что мне сейчас нравится. Я беру эту книгу, например, и начинаю читать. Как я читаю книги, как я делаю закладки, как я делаю заметки, как я читаю их в командировке или в другом месте, это я вам расскажу в отдельном видео. Сейчас просто я говорю, я читаю эту книгу, например, и не дочитал. Я что делаю? Я делаю закладку и ставлю в сектор, который называется читаю. Причем я параллельно могу читать несколько книг. Вот одна книга по психологии, потом мне сегодня, например, завтра захотелось читать книгу по саморазвитию. Далее мне захотелось почитать книгу по другим каким-то дисциплинам, все встану сюда, по бизнесу и так далее. Вот сектор читаю. И у меня правило такое. В секторе читаю, не должно быть более одной книги, одной тематики. То есть я могу одновременно читать одну книгу по саморазвитию, одну по психологии, одну там по бизнесу, но я не могу две книги по саморазвитию одновременно читать. Вот это очень важное правило, которое демонстрирует правило Кайсен, одно дело в единицу времени. Далее, после того, как я прочитал книгу, я отмечаю сюда дату прочтения и ставлю подпись. После этого я из этой книги выписываю все, что я отметил в телефон, я это расскажу в отдельном видео. И эту книгу ставлю в сектор прочитана. При этом в секторе прочитана у меня есть вот такая закладка. Это сейчас у меня временная закладка, но это вам для демонстрации. Для чего служит эта закладка? Если книга мне не очень понравилась, и я понимаю, что я ее второй раз читать не буду, как в данном случае, вот, например, книга «Сапиенс. Краткая история человечества», например, я ее ставлю справа вот этой закладки. Вот, чтобы было видно, я туда, например, ставлю. Я ставлю справа от закладки. Если я думаю и понимаю, что мне нравится эта книга, и я в будущем захочу ее перечитать, то я эту книгу ставлю слева от закладки. Для чего это делается? Когда заканчивается год, я обычно все книги, которые справа от закладки, беру и отвожу в Кайдзен-центр или в другие офисы и раздаю бесплатно. Они мне больше не нужны. Они отработаны. Я их прочитал, все, что можно оттуда выжал, и все раздаю. Все книги, которые оказались левее закладки, я их, если захочу перечитывать, я их опять беру и ставлю в обходящие, или можно не в обходящие, а сразу в прочтении следующего года. То есть, по сути, я хочу ее прочитать или перечитать в следующем году. Я ее переношу сюда. Так вот, если книга оказалась левее закладки, второй путь, например, если я хочу перечитать не в этом году, а вообще мне нравится, я буду ее перечитывать, я ее переношу в раздел «Классика». Раздел «Классика» — это те книги, которые я хочу, чтобы они были со мной по жизни. И это, на самом деле, моя коллекция книг, любимых книг, которые я формирую, для того, чтобы их периодически к ним возвращаться, их перечитывать. И это обычно книги с глубоким содержанием, которые трудно усвоить с одного раза, либо которые надо периодически повторять, потому что по мере развития открываются новые горизонты или новые мысли у этих книг. Поэтому «Классика» — это цель моей работы и прочтения — это сформировать хорошую библиотеку классических моих книг. Вот это работает таким образом. И вот таким образом вы видите, что весь процесс чтения у меня выстроен в виде потока, непрерывного потока, где все время формируются библиотеки входящие. Эта библиотека в течение года формируется, и она уже становится сырьем для прочтения следующего года. И иногда бывает, что мне книгу дарят, и я хочу сразу прочесть. Тогда я не ставлю во входящие, а сразу ставлю в полку к прочтению. Основная идея вы должны, еще раз резюмируя, все книги, которые приходят к вам, вы должны ставить в полку входящие по жанру или по интересам. После этого отсюда книги могут куда попасть? Только в сектор к прочтению. Из сектора прочтения книга может попасть только в сектор читаю. При этом в секторе читаю, так как у меня четыре полки, это разные сферы интереса, я не имею права сюда ставить книгу из этой же полки брать, пока я не закончу читать эту книгу. Только после того, как я закончил читать эту книгу, поставил дату, поставил подпись и перенес ее в полку прочитанную, я имею право взять отсюда следующую книгу и читать. В секторе прочитано, я решаю книгу ставить правее закладки, это то, что будет роздано в конце года, либо левее закладки, это то, что останется у меня как классика. И в результате что происходит? В результате происходит то, что у вас сразу наглядная визуализация, вы сразу видите ваш годовой план, вы видите, сколько книг одновременно вы читаете, вы видите, сколько книг вы уже прочитали, вы видите, сколько вам осталось еще читать и вы успеваете выполнять план или нет, вы видите, сколько книг вам понравилось в этом году и которые пойдут вам в классику, и вы видите, какой заказ формируется на следующий год, для прочтения на следующий год. И таким образом выстраивается поток движения книг, и этот поток очень важен, потому что с самого начала, когда вы формируете полку входящие, вы помните, вы используете приложение LiveLeap и выбираете те книги, которые будете читать в этом году. То есть в вашу голову не может залететь случайная книга, в вашу библиотеку не может залететь книга, которую вы купили на эмоциях. Вы только читаете то, что планомерно себе запланировали и в каких областях деятельности вы хотите себя развивать. То есть вот это то, что вы сформировали входящее, которое перейдет в сектор прочтения, это и есть ваши будущие мозги, ваши будущие мысли, ваши будущие знания, которые вас будут вести к новым знаниям. Итак, желаю вам успехов и успешного внедрения потока непрерывного чтения. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok